Чувак, это и был твой план? Нет Это что это было? Я не знаю, просто в доктору хотелось гонять Да что за идея, что за план? Я думал нам надо сгонять к доктору, потому что это нездоровая движуха какая-то Я согласен, погнали тогда Да-да, входите Доктор, можно? Пожалуйста, присаживайтесь Спасибо Слушаю, что у вас? У нас галлюцинации и мы хотим избавиться от них Галлюцинации появляются после алкоголя? Нет, обычно мы не пьем, но после такого дурдома мой друг не выдержал И мы думали это поможет нам избавиться от них, от этих чертов галлюцинаций А давно они у вас? Нет, сегодня появились Так А сейчас вы наблюдаете какие-то галлюцинации? Нет, в данный момент все нормально Ну это хорошо, это уже хорошо Ну я думаю, что это на фоне нервной почвы Вот И пропишу вам витаминчики, укольчики и через неделю еще раз на повторный прием Это поможет? Да Да Думаю, поможет сейчас у многих людей так, особенно у молодых Так Напишу рецепт сейчас Вот, собственно, витаминчики А здесь укольчики То есть нам надо уколы и чувствовать? Да Все верно Я уже все написал Что ж Понятно Спасибо, доктор На здоровье Будем лечиться Не забудьте записаться в регистратуре на следующей неделе Буду вас ждать Ну что, спасибо, да Всего хорошего И вам До свидания Ну что? Ну вот, короче, витаминчики Которые доктор прописал Я уже принял Теперь твоя очередь И так Это Больно Да не И Ничего такого Как комарик укусил Как комарик и чё? Тебе уже лучше стало? Да нормально Не знаю Ладно Короче С Богом Блять Это неприятно Че вообще как, чувак? Да че-то как-то не очень хорошо, блять После этого укола То просто Как же сейчас подожди Кто-то звонил Это доктор Алло Алло Вы сегодня у меня на приеме были Я перепутал И дал на тебе препараты Как не те препараты? Приходите, поменяю Он нам не те препараты В смысле? В прямом Пиздец Мы приняли какой-то дерьмо, чувак Охренеть И че-то как-то Слушай, че-то готов Мажет На Твою Понятно Это очередная видеоигра Это тоже часть твоего плана? Нет, ты же сам слышал доктора Он перепутал препараты И что нам остается? Я думаю, что сделать обзор Ну погнали Погнали Все начинается с небольшой катсцены Которая дает нам понять, что мы будем играть за заключенного под номером пять Который предпочел вилку в глаз, ну вы знаете Нас вместе с другими заключенными отводят в другое помещение И по очереди проверяют новые вакцины Так вот, значит, как спутник появился Они действуют на каждого по-разному От первой ты ловишь эффект, будто ты въебал три литра блейзера От второй ты теряешь голову Буквально Ну а про третью смотрите сами О боже Пока стероидная крыса разбиралась с медперсоналом Мы воспользовались ситуацией и дали деру А крыса погналась за нами Ну хотя бы с нами все в порядке Согласен С этого момента мы берем главного героя под свое управление И сразу же игра дает нам понять, что она вариативная Вот мы подходим к солдату и он в нас стреляет А вот мы выбираем неправильный шкафчик И крыса нас сжирает Хочу отметить, что игра помимо своей хоррор атмосферы Имеет юмористический характер Вы только послушайте эти диалоги Чувак, ты видел размер этой крысы? Мы могли бы сделать гигантский шашлык Нам пиздец Мы точно сдохнем Ха, чувак, а ты тоже любишь шашлык из крыс? Нет? Ну ладно Скучно тебе какой-то Также на протяжении всего прохождения можно встретить кучу отсылок Практически сразу становится понятно, что в ратузе достаточно динамичный ритм И локации часто меняются Одна за другой А события идут за событиями Вот мы пытаемся съебаться от крысы по кислотной речке А сразу же после этого нужно разгадать головоломку Не проходит и минуты, как нашего кореша хватает охраны и уводит в неизвестном направлении Мы решаем его спасти И понимаем, что для того, чтобы открыть дверь и пойти дальше Нам нужно найти какой-то предмет Идем его искать и попадаем в локацию Которая больше всего напоминает средневековый замок Который напичкан ловушками на каждом шагу Это что за тюрьма такая? Для кого ее строили? И чё это за скелет в конце? Который едва дотронувшись заражает вас скелетизмом Единственный способ избежать скелета и остаться в живых Так это быстро скрутить медальон И дать по газам Но будьте осторожны, если вы прыгнете слишком быстро То вас разрежет пополам эта злоебучая дверь Какого черта? Забегая вперед, могу сказать, что игра не предоставит нам возможности Стрелять или драться с врагами На протяжении всей истории у нас не будет оружия За редким исключением мы по сюжету убиваем всего парочку врагов Но от этого игра не становится скучной Мы постоянно будем пользоваться особенностями локаций И прятаться от врагов А еще избегать их любым способом В общем, действовать по ситуации Итак, возвращаемся к сюжету В игре присутствует бэктрекинг И все ловушки, которые мы прошли пару минут назад Нужно будет пройти вновь Бля, чувак, я не хочу проходить весь этот кошмар заунд, да? Ладно, давай Кстати, зачетные штаны? Да? Что-то я не припомню Откуда они? Странно Ну что ж, это было не так сложно Но поиграть-то еще хочется Кладем предмет в ячейку Заходим в дверь и видим Наш лысый кореш сидит на электрическом стуле И находится в смертельной опасности Решаем его спасти Подбираемся ближе и тут наступает первый ключевой выбор Который влияет на концовку игры У нас есть только один шанс Сохраниться и перезапустить игру не получится Автоматически после выбора происходит автосохранение То, что произошло ранее, больше нельзя изменить Единственный вариант, это начать новую игру Откуда мне знать какой рычаг нажать, блять? В игре нет ни одной подсказки Если ты выберешь неправильный, то персонаж умирает с концами Создается впечатление, что это не видеоигра, а реальная жизнь И погружение в нее глубже, чем может показаться в начале Мы спасаем лысого, команда в сборе отлично Но буквально через минуту все пошло по пизде и мы разбегаемся в разные стороны Снова сбегаем от гигакрысы и попадаем прямиком во второй акт В лабораторию Это самая большая локация и в ней можно заплутать А еще она переполнена другими мутантами Описал бы я их так Хедкраб из игры Half-Life переспался на планетным существом из фильма Нечто И у них родились дети Немного побродив, мы натыкаемся на девушку, которая прячется в шкафу Ее зовут Памела и она говорит, что если нам удастся починить все электрощитки То получится врубить электричество И мы сможем убраться отсюда на лифте После чего дает нам паяльный аппарат Мы сделали то, что от нас требовалось Вернулись и предложили ей бежать с нами Но Памела отказалась, так как у нее остались еще незаконченные дела У лифта мы снова увидим два пустующих гнезда под предмет и отправляемся на поиски Так как электричество включено, теперь мы можем спокойно попасть в ранее недоступные места Заходим в портал и встречаем нашего друга Впереди очередное испытание Мы помогаем ему добраться до артефакта И тут внезапно появляются крысы Если мы не успеваем добраться до рычага, то четвертый номер станет шоколадным фаршем Чувак, ты не так делаешь Дай покажу, блядь Да нормально, подожди ты все Да ты подожди, сейчас завинишь его Блядь Ну вот что ты наделал? Я тебя просил просто дать мне, я попрошел Блядь Мы попытались загрузить контрольную точку Но уже поздно Его нам не дадут вернуть Что ж, остается нам самим забрать артефакт и отправиться за следующим Встречаем ученого, он дает нам карту доступа и команду, чтоб мы как можно скорее свалили Буквально через несколько секунд он превращается в крипового доктора Зойберга из футерамы И пытается нас сожрать, но убегаем Чуть выше находим комнату со вторым артефактом Хватаем его и направляемся к лифту Но на пути мы снова встречаем ходячий геморрой Бежим обратно и прячемся И тут, неожиданно, наш друг страдающий Алапеции врывается и вставляет огромный продолговатый предмет прям в задницу монстру И тем самым отдает должок Теперь он спас нашу жизнь, дальше он решил идти в одиночку Ладно, мне тоже надо уединиться, так что это, проходи дальше сам Ладно, окей, а что, надолго? Да как получится Прекрасно, тогда я продолжу Что ж, мы же отправляемся к лифту и попадаем в следующую комнату Где очередная головоломка Ответ на нее находится в лаборатории на флешках После нее мы наконец добрались до лифта и попали в очень забавную ситуацию После такого трэша мы садимся в лифт с каким-то дедом Играет спокойная музыка и мы просто молча едем на этаж ниже Но недолго музыка играла, недолго фраер танцевал И крыса снова дает о себе узнать, убивая деда Далее нам предстоит уклоняться от последующих ударов По какой-то причине лифт проезжает всего один этаж После чего нам предстоит пробежать небольшую ловку и пересесть другой На последнем таком этаже крыса добралась до нас Но нам повезло, в очередной раз на помощь пришла голова второго заключенного Далее наслаждайтесь просто охуенной отсылкой к фильму Сияние После чего мы проваливаемся вниз и попадаем прямо в помойку С этого и начинается следующий акт Канализация Идем дальше И тут совсем какой-то сюр начинается Мы заходим в ламповый бар, где все посетители животные и гуманоиды Немного поденсив, к нам подваливает спившийся Микки Маус После недолгого разговора мы понимаем, что мы не первые, кто сбегал из тюрьмы Но, чтобы пройти дальше, нам нужно оказать ему услугу Мы снова попадаем в коридор с ловушками, в конце которого убиваем какого-то странного чудилу Возвращаемся и отдаем цыпленка Микки Он надевает его на голову Не, ну а что вы еще ожидали от алкаша? После такой нелепой сцены Майк отводит нас к мастеру и предупреждает Что если мы встретим чудище, то нам надо просто замереть на месте и он уйдет Попадаем в кишечно-образную локацию в полной темноте и без звука В которой постоянно встречается тот самый зверь После долгих поисков находим снова два артефакта Дверь открывается и мы встречаемся с мастером сплинтером Он тоже говорит, что видел уже ту его кучу сбежавших зэков Также сообщает, что мы на острове Но есть лодка и остается только найти мотор Правда до сих пор никто оттуда не возвращался живой Что ж, мы не робкого десятка, да и выбора то особо нет В следующей комнате видим, что девушка в крысиной ловушке И нам нужно в правильной последовательности перекрыть все потоки воды Чтобы она осталась жива Что ж, ей повезло и мы ее спасли Мы говорим ей, чтоб шла в безопасное место, а сами отправляемся дальше Следом идет еще одна головоломка Нам снова нужно в правильной последовательности бросать сыр Чтобы мышь нажимала на кнопки После этого мы ее отблагодарим за выполненную работу Затем нужно будет играть в игру выше ноги от земли Или другими словами, полотолава Чтобы кислота нас не растворила, нужно цепляться за эти трубы Соблютая тайминги Если вы хоть на секунду замедлитесь, то кислота неминуемо поглотит вас И придется начинать все заново После кислоты в следующем помещении нужно будет прятаться за колоннами И ходить бесшумно, иначе нас услышит крыса В конце коридора стоит машина И вот мы уже почти рядом Нам преграждает путь красный монстр с шилом в жопе И мы падаем на колени, оказавшись без выхода из ситуации Но тут эти два мудака переростка устраивают битву мочи и кала В надежде, что добыча достанется только одному из них Крыса одерживает верх, но мы воспользовавшись ситуацией Садимся в авто, жмем тапку в пол и печатаем крысу стену Возвращаемся назад и направляемся к лодке Там нас ждет помелая номер 6 Но тут разлетается стена и появляется снова неугомонная крыса С останками нашего афро-бро Видимо, решила напоследок напомнить нам о нашей совершенной ошибке Начинается потасовка По итогу которой и наш лысый бро становится жертвой крысы Но нам с девушкой удается спастись На этом игра заканчивается Ти че напядил там на голову? Пират что ли? В смысле? Ебаный свет Че такое? А где волосы? На голове конечно Их нет Блять, а где они реально? Чего? А где мои волосы блять? А где мой глаз? Че происходит чувак? Пиздец Тихо, тихо Подожди смотри Че это такое? Ебать Ааааа Сьёблое Чувак долборнал под нами Чувак долборнал под нами Чувак долборнал под нами Чувак мы где? Оооо Не знаю чувак Блять Чувак не смогу тебя долго сдерживать Че там делать? Погнали, погнали, погнали Туда сваливаем Погнали, бегом, бегом, бегом Блин, сколько с этой ручкой наше? Надо слесарь позвать Ооо А вы что здесь делаете? Ну ладно, молодцы что зашли Пойдем Я дам вам ваши лекарства Вот, вот это те самые Это точно поможет? Ну это да Это поможет Тот можете выбросить, кстати Там Там был прессивный яд Фух Ну наконец-то Да Ладно чувак Последний раз спрашиваю Они точно на месте? Я тебе в соту раз повторяю Чувак Да Твои волосы на месте Все нормально Ты не лысый больше Это все доктор Заебись Ну слава Я так рад Ладно Передай геймпад Ты уверен? Да Еще буквально на пару слов Ну давай После недавнего происшествия У меня кардинально изменилось отношение к лысым людям И я считаю своим долгом рассказать еще кое-что об игре Ратуз В игре 8 концовок и все они зависят исключительно от итогового состава команды выживших Поразительно то, что есть и такая, где никто не выживает, а крыса садится в лодку и уплывает в поисках новых жертв Или такая, где погибает главный герой, а второстепенный выживает Такого я нигде не встречал Помимо того, что было сказано ранее, хочу отметить, что игра очень атмосферная Звуковые эффекты на высоте, особенно гроза или жуткий смех крысы Отдельное внимание разработчики уделили разновидности смерти главного персонажа И это впечатляет, нам будут отгрызать голову, отрубать ноги дверьми Или просто превращать в груду месива Причем в зависимости от положения тела смерть будет категорически отличаться Хоть это и происходит в том же месте Весьма неплохо уделили внимание деталям для подобного проекта Несмотря на то, что в игре не рассказывается, для чего была создана эта лаборатория Как появился подземный бар и вкусное ли пиво там варят Она однозначно составит вам приятную компанию на вечер А может быть и не на один, если захочется пройти ее на другие концовки Фух, что тебе-то как игра? Да слушай, мне игра понравилась, достаточно классная Получше, да, чем крысиный яд? Да, крысиный яд это была полная задница Я чуть не облысел Я чуть не ослел, это вообще просто охереть можно Ну хорошо, что это были всего лишь глюки Да, и они закончились Да, надеюсь Что за звук? Не знаю Подожди, чувак Ты это тоже видишь? Нас Чарли еще не отпустило? Не знаю, пойдем проверим Пойдем Че там, чувак? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА